Слово, которое слышим мы, мы можем оставить его как слово, которое мы услышали, как для нашего знания, для нашего какого-то познания. Оно может притвориться в твоей жизни жизнью. Амин. И слово, которое я хотел бы сейчас коротко поделиться, оно записано в Якова, 4 глава. Я прочитаю с первого стиха. Амин. Слово серьезное, но хочу сегодня сказать о том, что Дух Божий на самом деле принес благословение для тебя. Во Христе наши все ответы. Во Христе наша победа. Во Христе наша сила. И этот текст, говоря о том, что Петр проповедовал предо мной, пастор, и я скажу, что я соглашусь с тем, и вы, наверное, тоже, что мы ощущаем, что внутри каждого из нас есть эта внутренняя борьба. И мы знаем дни, когда мы падали, мы знаем дни, когда мы торговали с Богом. Мы знаем то, что когда нам было очень трудно и очень тяжело подняться и идти к Богу. Правда? Мы знаем это. И если никто об этом не знает, знаешь, ты и знает Бог. Но я хочу говорить об Иисусе, который принес тебе и мне исцеление. Причина очень простая. Я расскажу прежде всего одну историю, которую я услышал, и это произошло в Америке. Я не помню ни города, я просто не помню, но расскажу эту историю. В одном большом торговом центре через крышу проникли воры. Воры. И они проникли в дорогой магазин, ювелирный, там, где продавались и золото, и драгоценные вещи, часы. И они ничего не украли. Они просто подошли. Я рассказывал вам эту историю. Они поменяли ценники с дорогих, которые стоили там в десятки тысяч долларов. Ценники на дешевые часики. Из дешевых ценников, которые подобно были позолочены, ну, может, стоили 100, там, 200 евро, они поменяли, поставили ценники, которые часы стоили в сотнях долларов. Они просто поменяли ценники. И они тихонько, как вошли, так же через крышу и вышли. И когда открывался магазин, они были первыми покупателями. они пришли и скупили все самое дешевое, которое в ценности было самым дорогим. А людям осталось, что осталось. Я сегодня хочу просто обратиться, дорогой мой друг, дорогой мой брат, к самому себе и к тебе. Помоги нам, Господь. Наша жизнь такая самая. Часто в нашу жизнь приходит очень много искушений. И дьявол нам говорит, пользуйся этим миром. И беда иногда моя, твоя беда, наша беда людей. Мы влекомы этими искушениями. Мы сидим в том, что не кормит и не питает нас. То, что не дает нам благословения. Оно внешне прекрасно. Что плохого иметь хороший дом? Что плохого иметь хорошую машину? Как вот пастор передо мной говорил. Вообще, честно говорю, я ту же самую проповедь готовил, что и Петр. И потому я сейчас говорю то, что мне, как сказать, на сердце, вот в размышлениях. Короткое перед молитвой. Драгоценное, но есть то, что ценное. То, что ценное. И когда я прочитал это местописание, когда у нас есть спор, когда у нас это все внутри происходит, я искренне скажу, я вспоминаю свою молодость, свою жизнь. Я вспоминаю, когда мне учили, когда мне говорили. И вы знаете, внутренность бунтовала. Она не хотела соглашаться. Пока не пришел тот момент, когда я не сказал Иисус, я сдаюсь. Я понимаю, что я буду падать. Я понимаю, что вновь буду грешить. Я понимаю, что вновь буду злиться. Я понимаю, что вновь буду воздавать злом за злой. Я понимаю это. Но мне нужен был Иисус. И вы знаете, что я сделал? Должен был Дух Святой, начал говорить мне. И вот это местописание, 4 стих. Если ты хочешь быть другом миру, ты станешь врагом Богу. Но чтобы стать врагом Богу, я начал делать то, что вам сейчас посоветую. Ничего плохого нет в интернете. Ничего плохого, как в самом интернете. Но в нем есть и доброе, и плохое. Я одному молодому человеку посоветовал. Ты хочешь иметь победу? Исключи все светские песни со своего вообще. Как это называется? Дорожка, которая ставит в очередь песни. Исключи все светские песни. Да, тебе, может быть, нравятся какие-то ритмы, какие-то жанры. Вот просто исключи, просто исключи. И ты замечишь. Ты просто увидишь, что твоя жизнь, она изменится. Потому что то слово, если ты влюбишься в Иисуса, и ты захочешь, ты станешь отделять этот мир от внутреннего твоего состояния. Драгоценное, нет ничего безыследного. Ничего безыследного не проходит. Сегодня нам перевели на память многие истории из Писания. И вот это самое ключевое, когда Бог прямо проговорил в сердце Каина, Он услышал это. Когда ты ясно понимаешь, что это разрушает твою веру, разрушает, и ты становишься просто сам неуправляемым собою, ты не можешь ничего с этим поделать. Библия дает совет. Самый первый. Самый первый. Воззови к Богу и скажи, Господь, дай мне покаяние. Дай мне, прости меня за это. Вы знаете, сила в этом есть. И Библия говорит, в покаянии Бог делает великие вещи. Он человека прощает, освящает, и в Коринфе нам написано, и делает нас чистыми, святыми, непорочными. То есть, когда человек приходит к Богу в покаянии и приносит ему свой грех, Бог, прощая во имя Иисуса Христа и крови своего Сына, делает тебя непорочными, другими словами, будто ты не грешил, делает тебя способным рядом поставить с собой. Но наша память, как мы слышали, она помнит. Драгоценная. Я бы хотел сегодня призвать каждого из нас. Не потому, что мы призываем нас к этому, и будто другой темы нету. Я вижу линию, которую ведет Бог сегодня. Нам нужен Иисус в полноте во всей нашей сфере. Где бы ты находился? Не только в церкви. Мы в церкви все верующие. Я не слышу, чтобы кто-то ругался там матом. Но Библия говорит, ты христианин на всяком месте. Давид однажды произнес ключевые слова. Ты на небе, я на земле, и мне ничего другого не надо. Ничего другого не надо. И когда он кричал просто, Господи, возврати мне радость спасения. Возврати мне. Когда он проходил по своей родной земле Израиля, и он видел шатры, палатки. И там поклонялись к разным божествам. И он сказал, мне лучше быть в Доме Божьем. Друг, Господь сегодня призывает тебя. Я знаю одну истину, которая в моей жизни однажды произошла. Если ты это услышишь, это будет твое благословение. Попроси, чтобы Бог сегодня, может быть, это касается не всех, чтобы Бог дал тебе слезы покаяния. Это твоя победа. Если ты ничего не понял из того, что сказал Петр и сказал я, пусть это останется. Если у тебя будут искренние слезы покаяния в твоих грехах, то это начало твоей победы. Это твоя жизнь. И Иисус придет и исцелит твое сердце. И ты сам не заметишь того, что он начнет производить работу постепенно. Для кого-то это очень больно. Очень больно. Помните мою историю, о которой я говорил? Проблема нас всегда, даже верующих. Что Павел пришлось просто взывать к многим и говорить. Вы стояли в свободе. Кто лишил вас? Мы часто сами добровольно лишаем себя общения со Христом. Падая, дьявол удерживает, и ты не можешь встать. И я знаю, что многие в своей жизни, я знаю это, наблюдая, что многие в своей жизни никогда не плакали о своих грехах. Беседуя с некоторыми людьми, уже даже достаточно взрослыми, я знаю, о чем я сейчас говорю. Когда я беседовал недавно на этой неделе с одним человеком, я понял, что у него было покаяние, но у него не было искреннего вопля к Богу. Господь, я нуждаюсь, чтобы ты изменил меня изнутри. Богу сегодня не нужно твои слезы ради слез. Он хочет сделать тебя свободным от греха, чтобы ты был свободен и мог радоваться в Иисусе. Это счастье драгоценное. Оно не приходит, потому что Бог добрый и раздает, вот ты мне понравился. Вся Библия действительно в условиях, мы это слышали. И Библия говорит, апостол Иаков, он просто произнес эти слова. Вы имеете желание, но ничего от этого не происходит и вы не получаете. Вы хотите чего-то достичь и не достигаете. Вы просите и не получаете. А проблема одна. У вас неправильная цель. А цель одна – это быть христианином и уподобиться Христу. Амин. Уподобиться Ему. Апостол и еще учеником, будучи Петр, говорит, вот мы оставили все. А что же нам будет? А будете иметь благословение здесь и вечной жизни? Что ты сегодня выбираешь? Первая церковь. Мне приходилось читать книгу, посоветую вам почитать, книга мучеников Джона Тодда. Очень такая интересная книга. Она просто берет за душу. Люди с радостью отдавали жизнь для Иисуса. Лишались всего. Просто всего. И они с песнями, с хвалой ушли на костры. И это было триумфальное шествие. Знаете, по одной причине? Они были влюблены в Иисуса. Для них ничего не было в этой жизни ценного. И те, которые ездили на золотых каретах, там были и богатые, и бедные. Они ничего не считали за ценность. Ценнее Христа нет на земле. И в вечности. Амин. Полюби Иисуса от всего сердца. Пусть Он заблодеет твоим разумом, твоими чувствами. И ты заметишь, что очистится язык. Ты заметишь, что очистится сердце. Будут ясные мысли, чистые мысли. Ты не будешь через себя стараться любить. Этот источник жизни Он будет любить. И знаете, ты наслаждаешься Иисусом, а любишь ближних, потому что глаза Иисуса, идя на крест, они видели погибающий этот мир, который нуждается в спасении. И когда ты влюбляешься в Иисуса, живешь Иисусом, ты смотришь на любого человека, и ты понимаешь, Он нуждается в том, в чем сейчас я наслаждаюсь. И другими глазами смотришь на этого человека. Пусть Господь благословит. я бы хотел, чтобы мы стали друзьями Богу. Помолимся. Дорогой Небесный,